Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня хочу вам показать несколько сортов мини-фиалочек из моей коллекции. Пожалуй, начну с сортов, у которых цветочки колокольчики. Давайте посмотрим. Ландыш серебристый. Вот такая вот красота. Такие полумахровые колокольчики. Значит, у этого сорта колокольчики белого цвета и по лепесткам розовое напыление. У меня две розеточки этого сорта. Вот эта розетка растет на стеллаже, где температура 24-25 градусов. И здесь очень мало розового напыления. А вторая розеточка растет в более прохладных условиях. И там хорошо заметна розовинка по лепесткам. Я ее не достала вам, ту розеточку. Я сделаю вставочку. Фото сделаю. Очень красивый сорт. Розетка маленькая, 8 сантиметров у меня вот эта розеточка. Вообще менюшка. У этого сорта пестролистность то появляется, то исчезает. То есть я как бы почитала отзывы, и это считается нормой. Сорт любит свистеть и может свистеть так, что листьев не видно. Дальше идет N-подснежник. У N-подснежника колокольчики более такие крупные, но они простые. Тоже пестролистность вот такая вот, которая может быть более выражена, чем у меня. Значит, вот эта розетка у меня тоже растет на теплом стеллаже. Поэтому здесь цветы кажутся белые колокольчики. Просто с небольшим зеленым кантом по краям лепестков. Та розетка же, которая у меня в более прохладных условиях растет. Там цветы, колокольчики немножко вот тоже с какой-то, знаете, вот розовинкой. Вот. И на той розеточке пестролистности более ярко выражена. Так, дальше. Сорт R. Розовый тюльпан. Это новинка в моей коллекции. Раньше у меня не было этого сорта, но я уже успела оценить эту новинку. Колокольчики достаточно такие крупные, они маленькие. Они раскрываются. Вот. Ну, цвет бордово, я бы сказала, свекольный. Так, у меня камера вообще солнце. Солнечная погода, и в окошко так солнышко светит, что затемнение какое-то идет. Так, в общем-то, нравятся мне цветы, нравится мне сорт. Тоже аккуратная розетка, где-то 10-12 сантиметров. Сорт любит цвести и цветет долго. Вот такие вот у меня сорта. Менюшек с цветами-колокольчиками. Дальше хочу вам показать L.E. Нику. Так, ну, этот сорт я вам уже показывала не единожды. Вот. Ну, покажу еще раз. Смотрите, какая красота. Тоже небольшая розетка, где-то сантиметров 10-12. Но линейку можно разрастить и до более крупных размеров. Я сдерживаю рост горшочком 5,5. Если вот я высаживала в шестерку, там и лист сразу укрупняется. Вот. И сама розеточка где-то 15-17 сантиметров разрастается. Вообще, сорт мне очень нравится. Такие вот цветы махровые розочки. Причем очень махровые, как для мини-фиалочки. Также этот сорт любит цвести. Вот. Цветет долго и обильно. Обильность цветения у этого сорта, наверное, потому, что как-то вот неважно под каким освещением и сколько светится, подсвечивается этот сорт. Главное, чтобы освещение было. Цветоносы поднимаются одновременно и они как-то вот одновременно зацветают. Вот. Вот. Тоже вот такие крепкие. Возвышаются над маленькой розеточкой. Очень интересный, красивый сортик. Рекомендую. Так. Еще что я вам хочу показать. Значит, Петит Бларней. Вот такая красота. Здесь цветы розочки. Да что ж у меня камера. Так. Они такого, знаете, нежно-розового цвета. По краям лепестков. Заостренных. Причем лепестков. Зеленая. Салатовая. Кайма. Кант. Я бы даже сказала, что это не кайма, а кант. Вот. На каждом цветоносе очень много вот этих вот цветов розочек. Да. Одни раскрываются. Другие еще в бутонах. Но сорт долго цветет. Цветы долго не портятся. И, в общем-то, вот это то, что еще сейчас не раскрылось, оно раскроется. И потом будет просто шапка. Цветов. У этого сорта тип листвы относится к тюрнюрной листве. Они такие, знаете, листочки, как восковые. Вот. Поэтому у кого этот сорт вот впервые, могут даже думать, что там, я не знаю, клещ, либо перекорм. Ну, то есть листики такие вот хрупкие, жесткие. Вот. У меня этот сорт в коллекции был. Потом я его как-то потеряла. И вот восстановила. Цветение может быть еще обильнее. Вот. Тоже цветет так, что листьев не видно. У меня слабоватое цветение для этого сорта. Но это только потому, что у меня эта розетка падала. Вот. Упала со стеллажа. И, в общем-то, тут наполовину все сломалось. Поэтому переращиваю заново. Но показать вам этот сорт решила. Так. Еще хочу вам показать сорт N. Серебряный дым. Посмотрите, какая прелесть. Это сорт для любителей голубых цветов. Махровые цветы, как для полумини, может, даже и крупноватые. Три сантиметра. Вот. Они голубого цвета. Такого, знаете, прям вот небесно-голубого цвета. По лепесткам есть такая венозность. Вот. И за счет, видимо, вот этой вот венозности сорт и получил такое название. N. Серебряный дым. Лист сердцевидной формы. Я бы даже сказала, немножко стеганный лист. Темно-зеленый. По краям листьев зазубринки такие. В общем-то, красивый сорт. Цветоносцы тоже вот крепкие. Тоже возвышаются над розеточкой. Так. Еще покажу вам одну красоту. Но это уже малый стандарт. Это сорт с тюрнюрной листвой. DS Marshmallow. Это, конечно, малый стандарт. Это не мини. И даже не полумини. Растет у меня в семерке. Цветы здесь осы. Вот такие вот махровые осы. Цвет у этих ос, окрас, такой, знаете, розовато-кремовый. Вот. Сейчас вам попробую вот так вот покрутить. Показать. Очень интересные. Цветы тоже, знаете, как восковые просто. Лист красивый, темно-зеленый. Вот такая форма красивая у листа. И сейчас... Боже, как же не сломать? Хочу вам показать, что такое вот тюрнюрный лист. Так. Съемка у меня, конечно, сегодня в таких экстремальных условиях. Так. Здесь я сломаю. В общем-то, на листочках как будто бы хвостики присутствуют. Вот такой тип тюрнюрной листы. Листвы. Сейчас я вам покажу. Так. Вот у меня розетка. Тоже DS Marshmallow. Я ее пересушила. Вот. И буду переукоренять. Вот. Смотрите, какой лист. С хвостиками. Вот с такими хвостиками. Так. Сейчас фокусирую. Вот хвостики такие. Это тюрнюрная листва. Не все листья у этого сорта с такими листочками. Но очень так вот необычно. Вот эта розетка у меня в пятерке росла. Вот она. Она чуть меньше, чем вот вторая. Но тоже можно выращивать, в принципе, этот сорт и в пятерочке. Цветет вообще бомбезно. Такие интересные осы. А есть у меня еще из сортов Диметриса DS Волшебный бутон. Как-нибудь тоже вам его покажу и расскажу об этом сорте. Потому что он достаточно такой, знаете, красивый, необычный, но тяжеловатый. Вот. И причем не только для меня. А и некоторые девочки на форумах тоже в восторге от цветов. Сорт АДС Волшебный бутон. Но розетка оставляет желать лучшего. Так. Ну и давайте я вам... Хотела вообще еще показать вам... Давайте, да, покажу, раз уже так я. Это колокольчики. Кстати, вот тоже забыла показать вам цветы колокольчики. Это трейлер. Чанта Спринг. Здесь вот такие вот колокольчики. Они лимонного цвета. Вот. Такие вот интересные. Так. Еще есть у меня вот такой сорт с такими вот интересными цветочками. Это Бродвей Стар Трейл. Тоже трейлер мини. Тут цветы. Ну и я не знаю. Осы, наверное. Что-то вот осиное. Только простые осы. Такая форма у цветов очень интересная. Нижние лепесточки очень длинные. Верхние покороче. Вот. Классный такой сорт. Ну, вообще, трейлеры я вам, наверное, отдельно свои покажу. Так. А из полу мини хочу вам еще показать, так сказать, на закусочку. Посмотрите, какая у меня прелесть. Она еще не цветет. Но какая красивая розетка. Это сорт... Так, так, так. Фестиваль. Фестив Холидей. Зарубежная селекция. Не помню, кто селекционер этого сорта. У сорта мозаичная пестролистность. Очень ровная, такая аккуратная розеточка. По описанию этот сорт описывают кто-то как стандарт. Идет описание. У кого-то как мини. Как полу мини. Кто-то описывает как малый стандарт. В общем-то, наверное... Короче, надо наблюдать. Вот у меня долго этот сорт рос в горшочке пятерочка. И когда я почитала описание сорта, я решила добавить немножко объема. Посадила вот в шестерку. И хочу сказать, что розетка действительно укрупнилась. Причем без вреда для самой фиалочки. Потому что если, допустим, посадить вот эту менюшку, да, смотрим, размер листиков, в ту же шестерку, ну, она может не справиться. Могут корни. Могут загнить. А это довольно хорошо перенесла пересадку. Укрупнилась, покрасивела. В общем-то, ждут цветения. Но здесь, мне кажется, у этого сорта и цветочки не нужны. Здесь вполне достаточно любоваться вот этой вот розеточкой. Хочу сказать, что у сорта с мозаичной пестролистностью у меня, по-моему, только два таких сорта в коллекции. Вот, они вреднее, чем остальные фиалочки. Даже в сравнении с другими пестролистниками. Вот. И растут они как-то вот помедленнее. Но красота. Стоит и подождать. Так. Ну, наверное, на этом все. Потому что, я же говорю, что-то у меня камера все засвечивает. Вот. Поэтому прошу прощения за такое качество съемки. В следующий раз исправлюсь обязательно. На этом хочу пожелать вам всем всего доброго. Как всегда, мира, добра и благополучия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok